Йо-йо-йо, здорово народ, Диман Массел с вами, и сегодня мы продолжаем поиск объявлений выгодных телефончиков на Авито, таких как Note 20 Ultra. Почему Note 20 Ultra? Потому что это первый телефон компании Samsung с хорошим оптическим зумом, 120 Гц экран, стилус, этот дизайн, многие люди его любят, и до сих пор многие продавцы хотят драть за него большие деньги. Сегодня я выкладывал такой телефон в телеграм-канале за 28500, в итоге его забрали, без зарядки, но с родной коробочкой, Ростест, с тарапинками на экране, но в целом хорошее состояние для телефона тех лет. Понятное дело, что это телефоны уже двух, трех, а то и четырех летней давности, и в основном такие телефоны у меня бывают крайне редко, потому что в основном все, что приносят в трейдинг, это уже либо убитые АКБ, либо вскрытые телефоны, если вскрытые, то АКБ там заменены очень часто не на оригинальные, очень часто налетает пыль под камеру, и часто там выгорания большие. Такие телефоны я в принципе не беру, потому что перепродавать их стыдно, поэтому среды приносят много, но брать на перепродажу удается, может, один в месяц, там, но 20 утра у меня проскользнет. А люди спрашивают, потому что это как бы самая дешевая ультра в квадратном корпусе со стилусом, и хоть там и Exynos 990, который далеко не обладает хорошей автономностью, который действительно сильно греется, все равно для офисных задач и без игр, если какие-то задачи, там, да, соцсети, мессенджеры, камеры, люди его берут, и они им довольны. Поэтому сегодня мы попробуем найти эту модель, так как у меня вам купить ее вряд ли выйдет. Итак, мы пишем Samsung Galaxy, модель мы выбираем Note 20 Ultra, так, правда там, знаете, Note 20 Ultra, вот если вот так искать на Авито, то тут, к сожалению, есть, видите, версия либо Exynos, либо Snapdragon, либо просто Note 20 Ultra. Если мы выберем только одну из этих трех строк, то мы, получается, пропукаем два другие варианта, а мы хотим видеть все объявления, поэтому я просто в поиске напишу Note 20 Ultra, а модель выбирать не буду, чтобы она показывала все варианты. Note 20 Ultra и просто поиск. Вот, чтобы модель, видите, не выбиралась, так мы будем видеть все варианты. И вот здесь-то уже, черт подери, я думаю, что нам будет на что побомбить, потому что телефоны тех лет, ооо, сейчас мы столкнемся со всеми восстановленными, лизингами, копиями, демками, пересобрашами, здесь что только не будет. Если там 22 Ultra у нас взять не получалось, потому что в идеале стоят дорого, 23 Ultra у нас получалось, взять там 65 тысяч рублей, вы найдете, как я понял. А вот Note 20 Ultra телефон из старых лет, чтобы найти в идеале, и это был оригинальный Ростест, до сих пор не вскрытый, это сложно. Итак, поехали, фильтры. Ну, цена, как вы понимаете, от 20 тысяч рублей дешевле только вообще битый хлам, но я думаю, что где-то около 30 нам нужно взять состояние отличное или хорошее. Продавцы только частные, рейтинг 4 звезды и выше, но даже это нас не застрахует от всего мрака, и, конечно же, по дешевизне. Итак, что мы смотрим? Или по умолчанию в этот раз даже сортировать, я даже не знаю. Давайте попробуем в этот раз сделать сортировку по умолчанию, потому что мне интересно, что, в принципе, рекомендует обычно Авито людям в такой ситуации. Итак, сортировка по умолчанию. Ага, так вам будут предлагаться продавцы, которые платят за продвижение своих объявлений и так далее. Блин, как паузу нажать? Не могу паузу нажать, мне звонят, вот, сейчас надо ответить. Итак, продолжаем. По умолчанию. Да, вот такая у нас сортировка. И что у нас здесь имеется? Варианты за 30 тысяч рублей. Коробка с черным стилусом, телефон белый, надпись Live Demo Unit. Хоть у продавца рейтинг неплохой, но это демка в левой коробке. Дальше. 21 тысяча рублей. Ну, что у нас тут? Так, знаки сертификации есть, и мы есть. Есть оперативка 8, как и должно быть на рост-тесте, но черное пятно. Экран-переклейка, походу. Кстати, у нового 20 ультра две бывают часто проблемы с экраном. Первая. Такая более белая яркая рамка по всему периметру и вокруг фронтальной камеры. Чуть более яркий экран, чем в остальных местах. Или, наверное, чуть больше затемнения. И вторая проблема. Черные точки по краям. Даже не от переклейки, а просто от падения. Еще чего-то бывает у них. Вот здесь идут такие черные-черные пятна биты пикселя. Так, здесь что мы имеем? Так, так, так. Белый цвет. Вот здесь вот уже объявление за 30 тысяч рублей. В принципе. Вы можете сказать, черный модуль камеры, белый телефон. Нет, здесь защитная накладка наклеена. Так что это, в принципе, нормально. Здесь у нас что? Демка в расстоянии без дефектов. Царапины на грани пленка. Так, так, так. Звучит неплохо. Вот за 30-ку вот этот можно ехать смотреть. Дальше за 30-ку топ девайс. Так, ну здесь тоже имейка есть. Стеклушки камеры вроде бы чистые. Но вот здесь по щели явно, ну что-то здесь ковыряли. Что-то с этой щелью явно не так. Этот бы я не стал рассматривать. Дальше. 29 900. Так, что мы здесь имеем? Ну, в принципе, тоже хороший вариант. Опять же, без коробочек. Они очень хорошие. Так, так, так. Опять же, можно ехать смотреть. Но там был с коробкой. Там было поинтереснее. 37. Это вот левые коробки пошли. Вместо того, чтобы здесь была наклейка с имейами снизу и всеми информацией. Здесь снизу нихера нету. Тут пошли левые коробки у нас. Но оно и неудивительно. Савеловский рынок там такое часто бывает. Там коробку напечатать, это не проблема. И действительно, порой лучше продать телефон с левой коробкой, чем совсем без никакой. На это люди ведутся. Но 37 900 это как-то нам too much, по-моему. Без коробки 38 000 это нам тоже too much. Но у T20 Ultra хорошо понимать, насколько они бэушные. Если у вас нет оборудования, нельзя посмотреть цикл аккумулятора, то хотя бы по порту зарядки. Насколько вот обдёрта краска вокруг порта, вот настолько он и бэушный. Чем меньше обдёрта, тем меньше бэушный. Конечно, есть исключения из этого правила, но в целом это примерно так. Вот эти вот надписи на задней крышке, вот этот вот SK00G, это в лучшем случае Япония. Она ещё мутнее, чем Америка. Там нет русского языка. Там, скорее всего, 128 встроенной памяти. Тут нет всё на английском. Вот эти вот ещё иероглифы какие-то. Короче, Японию вот эту я бы не брал точно. И на низкую цену я бы не брал. Вот здесь опять 128 гигабайт Америка. Ну, 5G, это опять же Америка. Вот логотип оператора при перезапуске. Ихрен, ну не поймём, отвязан от этого оператора. Нет, забочится он, нет. Можно его сбрасывать, нет. Также Америку можно узнать по двум строчкам. Вот таким вот. В 22-м, в 23-м поколении там одна короткая. В 20-м поколении две короткие строчки. Это Америка. Вот, соответственно, у нас сейчас стоит русификация, да. Ну, если телефон сбросит до заводских настроек, здесь у нас будет по-английскому. Так что этого делать не надо. Ещё и пятно. Ну и нахрен он нам нужен за 27900. Я не знаю. Я Америку продал за 28500 в своём телеграм-канале в отличном состоянии. Она мне случайно попала от знакомого. Он попросил продать бушку полуторагодовалую, но без выгораний. И за 28500 еле-еле забрали. Дальше. Так, здесь EMEA взади нету. Соответственно, это у нас Корея с неоригинальной крышкой. Snapdragon 256 гигов. Корея это неплохо, но извините, если крышка не оригинал, это бан. Здесь тоже самое. Европейские сертификации, но опять же нет EMEA. Получается, крышка опять же не родная. 926B хоть и 512 гигов, но крышка не родная. Это бан. 26500. Чёрный цвет. Здесь у нас опять нет EMEA на задней крышке. И камеры-то оригинальные, но вот как-то вот эти вот кружки чуть более белёсые. Должны быть более тёмно-синие такие, более тёмные, на мой взгляд. Может быть здесь свет так лёг, ничего не могу сказать. Знаю, что нет надписей на крышке. Чёрные битые точки. Вот они, битые пиксели пошли. И, конечно же, за 26500 это нам не особо интересно. Есть небольшие следы эксплуатации, но так себе как бы небольшие следы эксплуатации. Это уже, мне кажется, большая проблема. Дальше. 36000 рублей, потому что они могут расти. Просто потому что они могут расти. Здесь опять EMEA на задней крышке я не вижу. Перчаточки надел, но по факту, опять же, восстановленная Корея. Так, дальше. 28000 рублей. Вот такая вот наклейка должна быть снизу на коробке в оригинальных ноутах 20 Ultra. Белый стилус, белый цвет совпадает. Хорошо, но не вижу надписи на крышке. Вижу дофига обдёртого клея, герметика вот по этой щели. Соответственно, явно было вскрытие. И получается, что это нам не особо интересно. Опять, зачем его вскрывали? Может быть, пишут. Оригинал невосстановленный номер для сим-карты. Дисплей родной. Не менялся. Пару точек лёгких царапин. Так, вот он не касается. Выгорание есть. Так. Типа всё работает. Он не пишет, что вскрывался, не вскрывался. Но мы видим, что он вскрывался. 28000 рублей. Так, значит, 35000 рублей. Made by Apple опять. Так, 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 так. Ну, фото мало, ничего не могу сказать. Здесь снова левые коробки, как мы это понимаем. А очень просто. Смотрите. Здесь у нас что? Пластик внутри коробки. Видите? Это, конечно, бан. И коробка не оригинальная. Самый белый. Должен быть картон внутри коробки, переработанный. Так, дальше. Так, дальше. Продолжаем. Это посмотрел. Следующее смотрим. Нету надписи на задней крышке. Да, ну опять. Ну вот. И что? Это такие пятна? Это такие битые пиксели? Ой, мрак. Что с ним только не было? Это, конечно, мрак. Так, ладно, дальше. Длинная строчка под надписью Samsung. Перед ней иероглифы. Корея, значит, односимочный телефон. Без e-симки. Вот эти вот корейские приложения. Их можно не бояться. Главное, бояться восстановленных корейцев. И операторских корейцев. Но здесь у нас, соответственно... Мы не знаем, что насчет оператора. Скорее всего, он отвязан. Потому что телефон уже старый. До сих пор. Они уже были залочены, скорее всего, в 24-м году все. Их уже все бы рано или поздно обновляли. Сбрасывали, они бы лочили. Поэтому операторов уже можно не бояться. И мы на задней крышке, я тут увидел. Поэтому, в принципе, выглядит неплохо. Надо смотреть, что там под камерой. Дальше. 20 тысяч рублей. Ну, это битый угол. Это нам неинтересно. 32 тысячи рублей. Так, так, так. Ноу 20 ультра. В принципе, вполне неплохо. Вот эта вот щель немножко мне не нравится, если честно. Но учитывая, что этот телефон 20-го года, в 24-м, потому что немножко клей за это время рассекся. И клейшечка могла подотклеиться. Такое, в принципе, тоже бывает. Ну, написано, что не вскрывался. И все супер. Можно приезжать смотреть. Дальше. 37 тысяч рублей. Опять черный пластик внутри коробки вместо картона. Неоригинальные аксессуары. Ну, корейцам всегда коробки докупаются. Потому что корейцы чаще всего приезжают без них. Дальше. Так выгоднее гораздо везти корейцев. Дальше. Это вот у нас российские знаки сертификации. Телефон, как я понимаю, Ростест. Видим, что нет пыли под камерой. Все отлично. Так, так, так. Цвет бронзовый. 27 900. Версия Next на состояние на фото работает прекрасно. Ну, как бы и окей. Вполне неплохо. Дальше. Ноу 20 ультра. На травке, муравке. Так. Это мы уже видим. Америка. Видите? Два ИМС снизу. И крышка. О, вскрывалась. Вот здесь щель виднеется прям. Смотрите, крышка вскрывалась. Еще и Америка без русского языка. 33 900. Ну, что-то дороговато. 38 тысяч рублей. Белый фон вроде бы белый. Так, 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 так. Ну, ок, ладно. В принципе, неплохо. Но дороговато, конечно. А, ну, 12 512. Не прошивался, не рутовался. И оперативки. Если на 512 Ростест, который на Эксеносе. То, чтобы было 12 оперативки, нужно брать память 512 гигов. Не то, чтобы вам всем шибко нужно 12 оперативки. Но все же, лучше же брать процессор SnapDrag. Потому что процессор Эксеноса Snap, разница будет колоссальная в использовании этих устройств. А оперативки 8, 12 вы не заметите. Так, дальше. Вот такой вот черненький телефон. Черная коробка оригинальная с черным стилусом. Она вот такая гладенькая, приятная. Есть чек. Знаки сертификации. Но, опять же, темные битые пиксели. Мы не знаем, как они будут расти. 29 тысяч рублей. Это бан. Так, так. 26 тоже темные битые пиксели. Тоже это бан. 37 тысяч рублей. Опять Корея с неоригинальной коробкой. И здесь даже, насколько я понимаю... Блин, закрывает цвет стилуса на коробке телефоном. Ты подумай, а? Ловкий тип. Дальше. 25 тысяч рублей. Но 20 ультра. Так, есть знаки сертификации. Хорошо. И мейка есть. Все окей. 25 тысяч рублей. Ну, в принципе, пока что неплохо. Так, каширик не фокусируется. Основная камера будто бы мутновата. Ну, короче, это полный мрак. Со сломанной камерой нам телефон не нужен. За 37 тысяч рублей. Опять же, с левой коробочкой телефон. И здесь специально сфоткал близко, что нет мейка. Чтобы вы когда приехали, кто знает, что мейка должен быть, чтобы даже не ехал, не писал. А кто не знает, тот как бы... Ну, вот тот не знает, короче. Дальше. Так, 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 так. Что у нас тут? Одна фотография. Ну, одна фотография нас не особо интересует. 32 тысячи рублей. Опять Корея. МК. Ну. Видите вот эту вот белую линию? Такое ощущение, что белесость какая-то. Но надо смотреть. Может быть, просто вот цвет. Так, ладно. Дальше. Снова Корея. И здесь коробка похожа на оригинальную, на самом деле. Надо смотреть. Вот это вот вроде бы оригинальная первая корейская коробка. Но и то не точно. Надо смотреть, что там внутри. Пластик или картон. Дальше. 25 тысяч рублей. Что у нас за 25? Телефон без коробки в скупке. Так. 8 оперативки. Битый. Понятно. Но битый за 25 нам не нужен. 28 тысяч рублей. Так. Так. Неплохо. Так. Неплохо. Сколов и дикториевые проверки на месте. Ну, окей. Окей. Ладно. Может быть. Вполне неплохо. Но далековато, Сергей, в посадке, конечно. Вот. Вот это оригинальная наклеечка. Так. Так. Так и так. Что, надписи какие-то генеются вроде бы. Вроде все ок. Но дорого. 35. Там просто уже ультра начинаются от 40. Да. 22. Вторые. А 22 ультра это все-таки не год прогресса, а два года прогресса. Это и процессор на два поколения вышло. Что потом был 21. Но это в принципе 21 не было. Потом уже был 22. То есть два года прогресса по камерам. Два года прогресса по камере. Аккумулятор не 4500, а 5000 мАч. На два года более свежий телефон. И, конечно же, лучше эти 15 тысяч уже доплатить. Потому что 35 за 50 тысяч, то любую 22 ульту возьмешь у меня, да? На 256 гигов и 12 оперативки. Хоть Snap, хоть Exynos. А как бы здесь 35, ну такое. Дальше. Опять пластик внутри коробки. Хоть есть вот эта вот наклейка. Получается, коробки все-таки не оригинальные снова. И аксессуары, значит, тоже. 27 тысяч рублей царапанный. Так. Ну, вроде бы ок. Ну, а что я так пролистал? Давайте уже посмотрим. Так, так, так. Находился в чехле. На экране несколько маленьких царапин. Царапин это не самый худший вариант. Батарея держит отлично. Окей. Так, так, так. Дальше. Ноут 20 ультра. Ну, вон тот был неплохой. Можно здесь посмотреть. Но я не удивлюсь, если там приедешь. А там пипец какие выгорания. Вот, например, здесь, смотрите. Видите, вот этот просвет домика, да? Это выгорание. Жесткое выгорание сверху. Видите, вот надписи просвечивают прям. Это все жесткие выгорания. На белом фоне их видно. Человек пишет нам про эти выгорания. Здесь, кстати, вот крышка снималась. Видите, вот эти вот подтеки клея снизу. Может грязь, конечно. Он весь у него какой-то засранный. Может быть грязь. Но больше похоже на какие-то подтеки фигового клея. Конечно, можно снять крышку и поставить без таких явных моментов. И он не пишет про выгорание. Вот брехун вонючий. 4,9 рейтинга. Такие жесткие выгорания. Потом приедешь. Ну, что он будет говорить? Ну, вы видели здесь домик, да? Вы здесь все это видели? Ну, конечно, да. Только не надо говорить, что он этого не видел. Вот в чем дело. Так, ну это все у нас Корея с левыми коробками. Продолжается. Это не открывают. Не открываю. Все, Корея. Это Корея длинные мои. Это Америка короткие мои. Это все у нас Корея. Так, это 21 тысяч рублей. Но у 20 не ультра. Регион сменен. Он, как вы можете увидеть, сер, а был КСА. Был Арабские Эмираты. И на задней крышке что-то я надписей никаких не вижу. Так что крышка у нас смененная. Потому что в Арабских Эмиратах должны быть надписи. Порт пипец как раздерт. Телефон очень старый. Ему года 3-4. Так, ладно. Дальше. 27 тысяч рублей. Мятинка на углу. Скримшот. Ну, опять темные пятна. Не интересует. Так, думаю уже, что я продешевил. Продавлено 28500. Ростестовский, ну, 20 ультра с коробкой часами. Но кто успел, тот успел. Сейчас уже зайдете в килограмм. Там уже будет красный кружок. Все еще Америка, блин, 45-34 тысячи рублей. Так, 29. Вот хочется, знаете, найти телефон. Который будет в идеальном внешнем состоянии. С коробкой. Может быть даже с чеком до сих пор. Без выгорания. Пускай с убитым АКБ, но до сих пор не вскрытый. Вот это я бы хотел бы вам пожелать. Такой телефон найти и купить. Пускай даже за 35 тысяч рублей. Пока что не нашли. Все какие-то то царапанные, то с пятнами. То, блин, еще с чем-то. То и мэйов нету. То, блин, битые пиксели, как фронталка вторая. Хочется чего-то хорошего, понимаете? Вот вроде хороший. Но уверен, за 26500 что-то здесь будет. А, ну вон темные пятна здесь, темные пятна здесь. Ой, хер пойму, уж перекликали. Они просто плывут, да? По идее, сами все плыть не должны. Но у ноутов бывало так. Я это знаю. Вот 27 в отличном состоянии. Все вроде бы круто. Но опять же, приедешь. Будет он выгоревший? Не будет он выгоревший? Надо смотреть. И всего лишь несколько фотографий. Ты его покупала, блин, за 40 тысяч рублей. Окей, когда, интересно? Сейчас продавать за 37. Умно. Ну такое. Дальше. Ну за 40 она оригинал не могла купить. Очевидно, она покупала перепродажу с Алиэкспресса. Дальше. Номер модели. И что? Ты даже, блин, не сделал так, чтобы его было видно. А, нет, видно, окей. Просто фотки так нарезаны. Нельзя было фотографии телефона сделать? Ой, мрак, ой, мрак. Корея, Корея. Так, так. Короче, вот люди за идеальное состояние, как я вижу, с полным комплектом, хотят под 40 тысяч. И то у многих из них нет надписи на задней крышке EMAF. Камеры белесые. Видите, стеклышко не оригинал явно. Должно быть более такое темное. И, соответственно, дорого. Ноут и 20 ультра слишком дорого ценят. Они уже старые, пипец. Ну, вы их возьмете, они у вас будут держать на 3-4 часа. Так что, беря ноут 20 ультра, надо быть готовым к тому, чтобы менять АКБ. Поэтому хотелось бы все равно быть к этому готовым. Но хотя бы взять телефон за нормальные деньги. Внешне в идеале они вот этот вот хлам. То, блин, Америка, то крышки неродные, то без коробок все. Ну, посмотрите, ну что это? Все без коробок, все одинаковые, все корейцы. Что там толку от корицы? Мы же зарядка будет неоригинальный. Вот скупка 45 тысяч рублей хочется. А что? Ну, у 20 ультра есть терминал. Ультра уже очень дорого. 22 ультра уже очень близкое. Такие объявления рассматривать смысла не вижу. Ну, типа, а что? Ну, он дорогой. Даже если он будет классный за эти деньги, все равно он старый. Все равно он технически старый даже, если вот сравнивать с 20 ультра. Так, ну здесь как-то белесо. Он такой более темно-синий должен быть, тот круг по кругу фронталки. Хотя в таком свете, может, он сфоткал, конечно. Часы супер старые, телефон супер старый. Но надписи есть в заде, окей. Не знаю, дорого. А вот здесь уже нет защитного стекла на камере. И вы посмотрите, телефон белый, коробка из-под черного, пластик внутри коробки, а модуль камеры вообще от черного телефона. Как вам такая супер сборочка? Жесть, да? Вот и думаю. И это у нас Юрий. 500 отзывов. Даже интересно, вот как это вообще? Сначала отрицательные. Купил телефон, первый раз оказался браком. Потом поменяли на трое раз царапины на экране, по бокам покупка недоволен. Неоригинальная коробка. Телефон фигня. Конский ценник заломал. Так еще и так себе состояние, походу, да? Так, 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 купил телефон. И вот понимаете, вот это вот я понимаю плохие отзывы, вот это я понимаю мрак. И дело в том, что когда я вам продаю телефоны, сидя на одном месте, не будет такого, что вам напишут телефон в идеале, а вы приедете, что тут все под хлам, понимаете? И вот там вот вы все ищите, какие-то отзывы, не отзывы. Что толку? У человека 500 отзывов. А по факту тут все хлам. Вообще, это полная пересборка. Коробка неродная, он об этом не пишет. Это Америка, тоже коробка с пластиком. Это, блин, 50 тысяч рублей, тоже коробка с пластиком. И Мэя нету. И как тут еще, понимаете? Вот вы говорите, авито, авито, отзывы. Что-то он пишет про то, что тут что-то неродное. Нет, конечно. Одно счастье, это уже Ростов. А почему Ростов подошел? Я же в Москву смотрел. В Москве, что ли, кончились уже объявления? Ну, походу, да. Ой, мрак. Это я что, уже по всей России, что ли? Я смотрю, Иркутск, Алказайский край, Хабаровск. Ну, так даже по России, если посмотреть, то прям какие-то хорошие объявления на У-20 уже просто не осталось. Когда вы там видите, что это новый на У-20, то это все, просто перепродажа с Алиэкспресса хламовидная. Ожидать, что вам подгонят там 10-е, 20-е поколение сейчас новым, это бред. Все пересборки и другие рынки. Это вообще, смотри, что за рамки вокруг экрана. Просто жесть, какая подделка вонючая. Экран не оригинальный. Зад оригинальный, да, экран просто днище поставили. С толстенной рамкой толщиной в сантиметр. Как это вообще возможно? Разбили, заменили на экран. Не оригинал 18 тысяч. Так ты мог за 20 поставить оригинальный экран, а ты поставил какое-то дерьмо, блин, за 18 тысяч, которое супер хренового качества и супер, блин, толстенными рамками. Вот до такого дошли. 40 тысяч рублей, совсем? Я не понимаю, просто жесть. Кемеровая. Я же понимаю, что люди, которые такие идеальные телефоны Note 20 Ultra продают, у которых все надписи есть, все Ростесты, там чеки, коробки, они их и брали по 100 тысяч. И, конечно, даже там спустя 3-4 года продавать их за 30, как-то, наверное, кажется, не очень. Хотелось бы там хотя бы за 50, да? Но что поделать, если уже 22 Ultra продаются за 50? Все, как телефоны кончились. Ну, короче, жесть, наверное. Это полная жесть. Я не нашел Note 20 Ultra по хорошей цене, вот таким вот комплектом. Вот здесь, видите, чек из МВидео, да. Человек, оригинальная коробка, оригинальное это, нет битых пикселей, оригинальный экран, оригинальная сборка. Но человек хочет 50 тысяч за такое идеальное состояние. А что толку, если он сдурить, какой старый, и у него все равно аккумулятор мятит уже 55? И уже вскрытый телефон за 55? Это ж мрак. Вот я все объявления посмотрел. Ладненько, народ. С вами был Диман Масл. Но у 20 Ultra я брать с рук, получается, в 24 году уже не рекомендую никак. Вообще никак. Сейчас, как бы выключить это видео. А не человек, почему? Вот я жму на эту штуку. А, ну, это будет.